Это видео посвященное исцелению отношений через хологенетический профиль. Я хочу провести через анализ хологенетического профиля Джонни Деппа. Актер Джонни Депп известен тем, что в последнее время, да и в принципе до этого у него непростая личная жизнь, непростые отношения и поэтому на его примере изучить как раз вот это исцеление отношений было бы очень-очень полезно. Для того, чтобы заняться отношениями во всем хологенетическом профиле у нас есть так называемая последовательность Венеры. Она как раз у нас отвечает за образование отношений и их поддержание. Последовательность отношений выглядит таким образом. Начинается она у нас с цели и дальше мы пройдемся по ней быстренько все, посмотрим как это все трансформируется, через что проходит этот человек. Начинаются отношения с того, что называется сфера цель отношений. То есть для чего человеку вообще отношения. И здесь у нас 47 генный ключ и его тень угнетенность. То есть человек чувствует себя угнетенным в состоянии одиночества и для этого он ищет себе отношения. Для этого он входит в отношения. Через что он входит? Линия четвертая невежества, воспитание. Невежество в теневом состоянии, воспитание в более высоком состоянии. Получается у нас невежество питает угнетенность. Состояние невежества питает угнетенность. И в этом состоянии человек, если пребывает в тени этих отношений, то в теневом состоянии, в состоянии угнетенности, он привлекает к себе партнеров. Вот что называется, какова цель, таков и партнер. Для какой цели притянул, если в состоянии угнетенности притянул партнера. Ну, соответственно, у нас раз такая цель, то и будут такие отношения, построенные на угнетении, на взаимном угнетении. И все это идет через невежество. Через невежественное обращение, через невежественное взаимодействие. В состоянии дара, если человек выходит в состояние дара, происходит осмысление. То есть, для чего нам отношения нужны? Для осмысления чего-либо. И когда мы находимся в таком состоянии, в состоянии дара, в осмыслении, то у нас уже на более высоком уровне у нас проявляется некое внутреннее такое воспитание. То есть, воспитание через осмысление. И, соответственно, в данном состоянии уже совсем другие партнеры. И даже с этим партнером совсем другие, ну, другая цель, другие процессы происходят. Я думаю, это все понятно. Когда человек в состоянии угнетенности находится, то это совсем не тот человек, не тот партнер, скажем так, с которым приятно общаться, приятно, что называется, иметь отношения. Только когда он способен к переосмыслению под действием какого-то вот угнетенности и внутреннему преображению, только тогда он способен построить отношения, ну, что называется, более благостные. Далее у нас идет так называемый проход дхармы. То есть, это принятие своего пути. Это принятие того, что тебе нужно пройти. То есть, если это есть, то, соответственно, принимаем. Не воюем, что называется, против всех и вся, а принимаем. Таким образом, мы переходим к сфере притяжения. То есть, мы как бы выходим за рамки себя. То есть, цель – это еще земля личности, это еще часть инкарнационного креста, это часть нашего внутреннего, скажем так, то, что относится к нам. Вот, что заставляет нас притягивать других людей. Сфера притяжения, что называется. Значит, идти на контакт. За нее отвечает Луна. И тень – серьезность. То есть, в состоянии серьезности человек, как-то ни странно, проявляет некую распущенность. То есть, серьезность не идет, в данном случае, ни его фишка, ни часть его природы. Сфера притяжения может работать двояко. Либо она притягивает не тех партнеров, что называется. Вот именно, что к нему липнут не те люди. Когда он находится в состоянии серьезности, липнут не те. Либо притяжения нету просто. Такое тоже может быть. И вот эта вот распущенность, соответственно, привлекает не тех людей. Либо вообще не в состоянии притянуть кого-то. Отторгается. И только при переходе в состояние дара 46-го генового ключа, который называется удовлетворение, ну, какое-то внутреннее такое ощущение, я в своей тарелке, внутреннее ощущение комфорта у 46-го генового ключа, ему открывается состояние игривости. То есть, такая вот сексуальность, или лучше сказать притягательность, готовность к отношениям. Только в таком случае он притягателен и именно притягивает, что называется, подходящих людей, которые находятся, что называется, на высоких вибрациях. То есть, внутреннее состояние гармонии, комфорта очень важно для того, чтобы притягивать. И далее мы идем, так называемый, проход кармы. То есть, как только мы притянули человека, какого-то в свою жизнь, начинается, ну, мы встречаемся с самим собой, можно так сказать, со своим отражением. Это и есть карма, что называется, что у нас есть внутри, то мы притягиваем снаружи. И для осознания кармы нам нужно разблокировать свой интеллект. По умолчанию интеллект заблокирован множеством всяческих внешних...